Я вас приветствую, мои дорогие девы! И сегодня мы с вами посмотрим прогноз на август 2021 года. Прогноз мы смотрим на колоде Вичверса, как всегда. И посмотрим еще одну карту настроения месяца на колоде 78 дверей. Я хочу вас спросить, нравится ли вам такой формат. Пишите свои отзывы, либо мы вернемся к прежнему формату. Я решила сделать именно вот такое видео, такой формат. Попробовать, во всяком случае. Ну и давайте начнем. Девы. Я по асценденту дева. Мне тоже интересно, как пройдет месяц, август. И для меня. Итак, одна декада, три карты. По три карты. Первая карта. Деньги. Небольшие деньги приходят к нам в начале августа, в первой декаде, в первой десятидневке августа. Небольшие деньги. И мы, конечно же, ими жонглируем, мои дорогие девы. И думаем, куда же нам лучше эти деньги применить. Куда же нам, какую брешь лучше закрыть этими деньгами небольшими. Потому что, вероятно, что, может быть, рассчитывали на сумму побольше. Но, тем не менее, тоже хорошо. Это вторая карта у нас. Ох, зависимость. Ничего себе. Плохого не желаю. Кстати, кто-то мне писал, вы говорите, ничего себе. Так говорить нельзя. Не буду так говорить больше. Она говорит, ничего себе. Плохого не желаю. Итак, вторая карта первой декады. Такая карта, скажем так, говорящая. Но о чем же она? Вы знаете, она может говорить о том, что вы много выпиваете, много курите. Вы занимаетесь обжорством, мои дорогие дамы. Может быть, вы употребляете много мясной пищи, жирной пищи. Вот какая-то такая, знаете, зависимость. Какая-то зависимость от чего-то. Поэтому давайте избавляемся. Это первая декада у нас. И третья карта первой декады. Третья карта у нас какая-то дама. Возможно, как раз-таки диетолог, может быть. Либо психолог. Либо какая-то женщина огненной стихии. Либо женщина такая, знаете, как властная, завоеватель. Она поможет избавиться от всего этого. Дорогие мужчины и девы, обратите внимание на женщину огненной стихии. Возможно, это ваша суженая. И, возможно, это дама, на которую стоит обратить внимание. И у вас завяжутся отношения. А мы, мои дорогие девы, давайте посмотрим, что нас ожидает во второй декаде августа. Три карты, как всегда. Первая карта. Кризис. Какой-то кризис. Достаточно кризисная карта. Это пятерка. Да, кризис у многих будет материальный. Может быть, не будет хватать на что-то денег, на какую-то покупку. Это может быть кризис не столько материальный, сколько моральный. Моральный, скажем так. Моральный, в общем-то. Когда что-то вас очень гложет, вы что-то теряете, что-то потеряли для себя и сокрушаетесь и так далее. Но, скажем так, это все очень надумано. Надумано. Потому что, повторю, что Таро нас ни к чему не приговаривает. Таро просто немножко нам подсказывает, в какую сторону идти. Вторая карта второй декады. Суд. Страшный суд. И, знаете, какая-то новость грандиозная для вас будет. Возможно, вы ее ждете. Но я хочу сказать, что совет карты. Будьте откровенны. Не юлите, не врите. Не нужно. Кстати, девы немножко, может быть, склонны, ну, как скрывать информацию. Здесь вот эта карта нам говорит, будьте открыты. И, знаете, по этой карте какая-то новость. Откройтесь этой новостью. И у вас тогда, возможно, поменяется ситуация в лучшую сторону. Третья карта второй декады. Информация. Какая-то информация. Молодой человек, достаточно молодой, кстати, да, принесет какую-то информацию. Нужную информацию для вас. Либо вы встретите мужчину, не мужчину, а абсолютно молодого парня воздушной стихии. Но, как для дев, я бы сказала, что это не так уж хорошо. Поэтому, ну, обращайте на это внимание. Вот какие-то события будут происходить. Какие-то люди будут входить в вашу жизнь. С кем-то вы будете знакомиться, на кого-то обращать внимание. И каждый из людей будет играть определенную роль для вас свою. Так, третья декада. Третья декада, три карты. Первая карта. В планировании поездки будете задумываться об отпуске, об отдыхе, о переезде, возможно, о командировках каких-то, куда вы как поедете и что, и так далее. Будете думать, что поехать не могу, потому что что-то меня здесь держит. Вот я не могу, потому что это, это, это. На самом деле, это все надумано. Вас ничего не держит. Поэтому ехать нужно. Едьте, отдыхайте, если на это есть у вас силы, возможности, время и так далее. Вторая карта. Третья декады. Опять-таки, деньги, но это уже хорошие деньги. Вы знаете, это вот на вас прям свалится заработанное, скорее всего. Что тут у нас было? Заработанные деньги свалятся, видимо, да? Потому что девы работать умеют. Девы достаточно кропотливый такой знак. Поэтому, мои хорошие, смотрите. Если вам нужна помощь, вам помогут по этой карте. Просите, только нужно попросить. Вот, если у вас попросят помощь, я знаю, что девы не особо щедрый знак, так, чтобы помогать там кому-то. Но, тем не менее, помогите, и вам это воздастся. Третья карта. Третья карта. Опять-таки, новость какая-то. Очень хорошая новость. Новость, которая вам, знаете как, осветит путь в дальнейшем. Новость, от которой вы будете отталкиваться в своих решениях к дальнейшему. Кстати, молодые девушки, девы, обратите внимание на молодых людей. Опять-таки, огненные стихии. Потому что, возможно, это ваш молодой человек. Вы познакомитесь, и в дальнейшем у вас завяжутся отношения. Может проигрываться так. Вот такая третья декада. Вот такой у нас август, мои дорогие девы. И мы еще с вами сейчас посмотрим одной картой на колоде 78 дверей. Как я уже говорила, настроение месяца. Башня, какая-то трансформация. Что-то у вас будет разрушаться. Что-то будете менять. Что-то захотите какие-то планы поменять. Что-то отвалится. Знаете, вот вы не бойтесь этих карт. Потому что по этим картам отваливается то, что в вашей жизни вам уже не надо. Избавитесь от чего-то. От чего-то плохого избавитесь. Что-то, возможно, это будет неожиданно. Поэтому это будет таким неким ударом. Но, тем не менее, избавитесь. И, в общем-то, это, как сказать, избавитесь от чего-то негативного. По этой карте вот избавление какое-то от чего-то негативного. Поэтому ничего не бойтесь, мои хорошие. Вот такой интересный август месяц. Пишите свои отзывы о формате прогноза. Мне это, кстати, будет интересно. Ну, а я с вами прощаюсь и желаю вам прекрасных-прекрасных событий в августе. Пусть у вас все случится, все получится. Ну, а мы, по возможности, с вами услышимся в следующих видео. Пока-пока. Удачи!